Можно ругать по-разному Плохотнюка. Да, он, конечно, плохой человек у нас сегодня. Но, по большому счету, он был не дурак. И правительство свое формировал не из глупых людей. Он понимал, что если у правительства не будет результатов, то, извините меня, искать на следующих выборах нечего. Поэтому у него другого выхода не было, как сделать альянс с демократами. Чем это закончилось, вы видите. Извините меня, этот парламент заполнен буквально на процентов, можно даже на половину консервами Плохотнюка. То есть он лично составлял эти списки. И он называл туда людей, которые сегодня или деньгами, или компроматами, или чем-нибудь держат всех за одно место. Цель Канду и Шора. От нее дни достаточно парламентские выборы. Они мимо них пролетают. От нее дни поддержка Санду и Настасии. Для них это тоже враги. Потому что я не представляю себе, как Санду, госпожа Санду, будет продвигать людей Плохотнюка в правительстве. Зачем это ей? У нее само есть доступ к американцам. Зачем ей там человек сидящий? То есть американцам Плохотнюк нужен до тех пор, пока он влияет на эту политику в Молдове. А влиять он на нее может только, если он разбодяжит ситуацию. Знаете, сделает смуту, хаос. И вот этот хаос ему нужен сегодня для того, чтобы быть ценным тем, кто его сегодня защищает. И спасает его еще от выдачи неминуемой. Понимаете? И спасает от многих неприятностей, которые его ждут. У него возникает вопрос. Сегодня господина Плохотнюка, кроме господина Санду и господина Шора, ну никто не хочет в этой стране.